Спасибо, Олесь. Мы должны подвести итоги, потому что, по-моему, много было чего сказано. Я хотел бы сначала предоставить слово Валерию Ковалевскому, который возглавляет кабинет представителей Светланы Тихановской и представителей ее по международным делам. Пожалуйста, Валерий. Евгений, я только предупрежду, что Валерий сейчас возвращается со встречи с советником Макрона, и он немножко опоздает. Давайте мы чуть попозже. А я бы хотел своему хорошему товарищу предоставить слово Андрею Куртунову, который возглавляет Российский совет по международным делам. И, мне кажется, Андрей, человек, который очень хорошо разбирается в этих международных отношениях, в этих всех расплетениях, знает все подводные камни. Да, Андрей, пожалуйста. Спасибо. Я в твоих словах почувствовал некоторую иронию. Нет, Андрей, ты не заснул послушать на что-то экономические рассуждения. Ну, во-первых, да, я хотел бы поблагодарить за возможность участвовать в этом мероприятии. Для меня, как для неэкономиста, это было еще и образовательным опытом, очень много интересного. Я обогатил свое понимание проблем, по крайней мере, в какой-то части, и я очень надеюсь, что этот диалог будет продолжен. То, что я хотел сказать, относится к возможному воздействию тех процессов в двусторонних отношениях между Россией и Белоруссией на более общий международный фон, и в том числе на отношения между Россией и странами Европейского Союза. И, возможно, то, что я скажу, будет воспринято как банальность, но, тем не менее, мне кажется, что некоторые вещи надо зафиксировать. Вот если вспомнить ситуацию год назад, на пике уличных протестов в Белоруссии, у российского руководства, собственно говоря, был выбор из двух вариантов своей реакции. Первый вариант заключался в том, чтобы попытаться встать над схваткой, выступить в качестве посредника, медиатора. Второй вариант в том, чтобы однозначно поддержать белорусскую власть против политической оппозиции. Мне кажется, что этот выбор был не очень очевидным, и что, скорее всего, в Москве была дискуссия относительно того, какой вариант предпочтительный. Поскольку позиция посредника, медиатора давала как минимум два преимущества. Во-первых, она позволяла сохранить пророссийский настрой по всему политическому спектру основных сил в Белоруссии. То есть, не терять поддержки, в том числе и со стороны либеральной части белорусского общества. Во-вторых, она позволяла рассматривать проблемы этой страны в качестве возможной площадки для российско-европейского сотрудничества. Причем сотрудничества, где Россия выступала бы старшим партнером Евросоюза. Я очень хорошо помню вот эти осенние месяцы, даже летние осенние месяцы прошлого года, когда в Москву приезжало много представителей Брюсселя. И, в общем, настрой был такой, что мы понимаем, что у России позиции в Минске сильнее, чем у Евросоюза. Мы готовы учитывать красные линии, которые будут проведены российским руководством. Но давайте попробуем вместе содействовать политическому транзиту в той стране, которая важна и для вас, и для нас. Давайте договариваться о некой совместной позиции, которая позволит, скажем так, увеличить наше совокупное влияние на те процессы, которые проходит Беларусь. То есть соблазн, наверное, был, но в итоге, как мы знаем, решение было принято другое. И я, откровенно говоря, не думаю, что это решение было одномоментным. Я думаю, что это был определенный процесс, который был связан с целым рядом причин. Конечно, нельзя недоучитывать красноречие Александра Григорьевича, его понимание, менталитеты и психологии российского руководства, его умение играть на определенных струнах. Конечно, он постарался, наверное, достаточно убедительно доказать, что он незаменим, что статус Пускво лучше любых изменений с точки зрения интересов России. Но я думаю, что дело все-таки было не в этом, а дело было, во-первых, в таком традиционно легалистском подходе российского руководства к международным отношениям, который прослеживается на протяжении многих лет. Это отношение к Януковичу и к революции достоинства на Украине, это отношение к режиму, скажем, Башара-Осада в Сирии. То есть при прочих равных Россия выступает за статус Пуо против того, что она воспринимает как революционные, насильственные и неконституционные изменения политического строя. И, конечно, мы должны учитывать, что осень прошлого года – это нервозная, политически нервозная обстановка в Москве. Это и случай Алексея Навального, это и протесты в Хабаровске, в которых многие видели параллели с тем, что происходило в Минске, в других белорусских городах. Ну и, пожалуй, кульминация вот этой нервозности, этой озабоченности, вмешательством со стороны Запада – это небезызвестный, в общем, неудачно закончившийся визит Борреля в Москву. Вот это тот фон, на котором происходило принятие решений. И, конечно же, вот эти решения, которые сдвигали российскую позицию в пользу нынешней власти в Минске, они имели свою цену. И с точки зрения Европы я бы здесь отметил два момента. Во-первых, сейчас в Брюсселе Россия воспринимается как страна, которая несет солидарную ответственность за любые эксцессы, которые могут происходить со стороны белорусской власти. Это существенно. Ну, наверное, такой классический пример – это случай с вынужденной посадкой ирландского самолета в Минске, когда пошел тут же поток статей, заявлений, политических деклараций в том смысле, что Лукашенко не мог это сделать, если бы он не получил на это санкции из Москвы. А стало быть, Москва также несет ответственность за этот акт и должна также понести издержки, связанные с этими действиями. И это существенно. Это существенно. Это не означает, что, конечно, все санкции, которые применяются или могут быть применены в отношении Минска, автоматически распространяются на Москву. Но, тем не менее, это означает, что такое отношение к Москве, по всей видимости, сохранится в ближайшем будущем. Ну, и помимо этого, конечно, надо исходить из того, что любое сближение России и Беларуси в нынешних условиях будет восприниматься в Евросоюзе с большим подозрением. Будь то в формате союзного государства, будь то в рамках многосторонней структуры Евразеса, будь то в рамках ОДКБ или в каких-то других форматах, которые, строго говоря, может быть непосредственной угрозой или вызова для Запада и не представляют. Но это будет рассматриваться все равно как попытка или как стремление к такому де-факто поглощению Беларусь со стороны Москвы. И разубедить европейских политиков в этом будет очень трудно. Ну, и, соответственно, происходит определенная радикализация политических настроений в Москве. Мы видим, что белорусская оппозиция уже не воспринимается в качестве легитимной силы. Ей отказывается с субъектности. И считается, что оппозиция – это люди, которые проплачены Западом. Ну, в первую очередь, конечно, ближайшими соседями Западной Беларуси, Польши, странами Балтии. Но в каком-то смысле и Брюсселем, в каком-то смысле и Соединенными Штатами. И вот на этом фоне сейчас, наверное, надо задуматься о будущем. И будущее, с моей точки зрения, зависит прежде всего от того, об этом уже сегодня говорилось, будет или не будет ли на Западе проявлена политическая воля по усилению давления на нынешнее белорусское руководство. Вот моя точка зрения состоит в том, что, скорее всего, такой политической воли проявлено не будет. Ну, есть много факторов неопределенности. Например, многое зависит от итогов выборов в Германии. Вот буквально через неделю там разные взгляды на Беларусь, на то, как надо и как не надо себя вести с этой стороной. Но, в принципе, политической воли нет, поскольку Европа сейчас отвлечена многими другими проблемами. И я думаю, что, скорее всего, эти отвлекающие моменты сохранятся в обозримом будущем. Поэтому мне кажется, что в Брюсселе, несмотря на общее отрицательное отношение к нынешнему белорусскому руководству, несмотря на то, что какую-то красную черту Лукашенко перешел и вернуться назад в ситуацию, которая была полтора года назад или больше, уже невозможно. Но, тем не менее, какие-то попытки заигрывать с Минском, очень осторожные, очень аккуратные, мы еще увидим в ближайшие годы, может быть, даже и в ближайшие месяцы. И вот здесь появляется, так сказать, возможность возвращения в ограниченном масштабе к многовекторной политике в стиле Лукашенко. Возможности, которые почти исчезли в течение последнего года, появляются возможности для сотрудничества примерно по тому же алгоритму, в котором Евросоюз готов сотрудничать с Россией. То есть зеленая сделка. Здесь возможны исключения санкций. Возможен какой-то особый режим, дающий потенциальные возможности для развития новых технологий в области возобновляемой энергетики. Это, вероятно, вопросы, связанные с транспортом. Возможно, какие-то проекты, касающиеся нового поколения информационно-коммуникационных технологий 5G. Этот набор будет, по всей видимости, очень ограниченным, но, тем не менее, он позволит говорить о том, что какая-то стабилизация отношений между Минском и Брюсселем все-таки возможна. Ну, а в дальнейшем, конечно, очень многое зависит от уличной активности в Беларуси, от того, насколько оппозиция проявит или не проявит способность к социально-политической мобилизации. Многое зависит от того, как будут развиваться события в России. Ну и, в последнюю очередь, от того, как будут складываться личные отношения между двумя лидерами, поскольку многие проблемы решаются или не решаются только на личностном уровне. Спасибо. Спасибо, Андрей. Ну, мне кажется, такой интересный прогноз. Интересный прогноз. Вот единственное, что я хотел сказать, что все-таки Лукашенко Евросоюзом признается нелегитимным президентом. Ну и, соответственно, вся власть, которая там сейчас в Беларуси. И как, очень коротко, Андрей, как в таких условиях может быть какая-то дипломатия, вот какие-то, ну, о чем ты говорил, какие-то робкие хотя бы шаги по возобновлению каких-то общих проектов между Евросоюзом и Беларусью. Потому что с кем? С кем? Ведь тут же какое-нибудь, если будет заключено какое-нибудь соглашение, ну, тут же, ну, общественность и так далее, европейская скажет, ну, слушайте, вы с самозванцами заключаете соглашение. Понимаешь, мне кажется, тут есть ограничения на контакты Европы, официальной Европы с Беларусью, мне кажется, намного более жесткие, чем это было еще там, допустим, полтора года назад. Нет? Ну, я согласен с тем, что возвращения не будет. Но вот в качестве примера сошлюсь на другой прецедент. Вот посмотрите, в Афганистане сейчас у власти находится Талибан. Талибан международно признан террористической организацией. Он находится под санкциями ООН, не говоря уже там о санкциях Соединенных Штатов, Европейского Союза и так далее. Тем не менее, буквально неделю назад в Женеве проходит большая конференция по сбору гуманитарной помощи для Афганистана. Они собирают примерно миллиард 200 миллионов долларов, два раза больше, чем первоначально запросила организация Объединенных Наций. Эта помощь, по всей видимости, будет увеличиваться. Ну, не хочу сравнивать Талибан с властью в Беларуси, но тем не менее, это говорит о том, что какие-то механизмы, вот сочетание этого официального непризнания, осуждения, санкционного режима и продолжения работы, безусловно, существуют. Они могут реализовываться по-разному. Они могут реализовываться через, скажем, там, общественные организации, частные фонды, через политические партии. Конечно, возвращения не будет, но тем не менее, я думаю, что в Брюсселе сидят люди, которые достаточно, скажем так, реалистично, чтобы понимать, что сохранять какие-то контакты будет важно. Насколько далеко это зайдет, сказать трудно. И тут вопрос, наверное, какие приоритеты окажутся преобладающими. То есть стремление наказать Лукашенко или стремление каким-то образом противодействовать дальнейшему сближению Минска и Москвы. Поскольку оба приоритета существенны, и между ними идет борьба. Там есть, скажем, у разных стран разное представление о том, в каком направлении двигаться. Но я, конечно, согласен, еще раз подчеркну, согласен, что полного возвращения к старому не будет. Действительно, Лукашенко нелегитимен. И я с трудом себя представляю ситуацию, при которой он мог бы восстановить свою легитимность в полном объеме. А есть ли шансы, Андрей, все-таки найти какого-то такого третьего человека? Замену для Александра Лукашенко. Запад, Россия. Что бы все-таки... Руслан Семенович, Руслан Семенович, у нас регламент. А, все, я просто интересно. Ну, сейчас Андрей коротко ответит на вопрос. Ну, мне кажется, что здесь только я бы поменял, что не Запад и Россия, а Россия и Запад. То есть, если... Я бы даже сказал так. Россия, Лукашенко и Запад. То есть, конечно, в нынешней ситуации какая-то смена личностей, она может состояться только при условии согласия нынешнего руководителя, как мне кажется. Если он не будет вынужден к этому общественными протестами и политической оппозицией. Запад, как мне представляется, готов был бы принять технократа из окружения нынешнего президента. Желательно человека, который не участвовал в событиях последнего года, и человека, который не вызывал бы отторжения в Москве. Таких людей очень мало, поскольку политическая площадка зачищена очень основательно. Но, наверное, если постараться, такого человека можно найти. Хорошо, спасибо. Я бы хотел попросить Олеси Олегновича, нашего соорганизатора наших всех мероприятий, встреч, сказать о каких-то своих впечатлениях и о перспективах нашей дальнейшей работы. Пожалуйста. Спасибо большое, Евгений. Я еще проверяю, подключился или еще нет Валерий к нам. Но вижу, вроде еще нет, хотя мне писалось, что уже должен подключаться. Я тогда с заключительным словом выступлю. Скажу слова благодарности, поблагодарю всех спикеров, в том числе Андрея Картунова и всех, кто поступал до этого, за ваше время, за согласие выступить, за подготовку к выступлению, пунктуальность, интересную дискуссию. К тому же я очень многое, о чем вы говорили, записывал, особенно это касается той панели, в которой я выступал. Если было больше времени на нашу конференцию, то, наверное, эта дискуссия бы еще продолжалась больше времени. Хочу поблагодарить также наших медиапартнеров, пресс-клуб и Беларусь в фокусе, за поддержку и медиа в СМИ, и поддержку техническую с проведением этого зума. Все прошло успешно. Хочу также поблагодарить тех, кто помогал с другими вопросами, с созданием сайта, контактом со спикерами, подготовкой материалов. Не буду называть уже по фамилии, чтобы не было проблем для этих людей в Беларуси. Хочу тоже поблагодарить слушателей за активное участие. Не на все вопросы мы могли ответить, но большое спасибо, что вы принимали это активное участие, потому что для нас эта платформа «Белорусско-российский экспертный диалог» имеет в том числе такую образовательную функцию, она не только для того, чтобы мы сами эксперты обменивались мнением, но и для того, чтобы слышали вы, чтобы до вас донести свою позицию. Ну и что, хочу поблагодарить нашего российского партнера, российскую экспертную группу «Европейский диалог» за свое участие в этой площадке. Я надеюсь, мы будем развиваться и проводить больше таких мероприятий. Как мы видим, был достаточно хороший спрос на эту конференцию. Я видел, что на Ютубе есть СМИ, которые ретранслировали нашу конференцию. Было много СМИ заявлено на конференцию. Не все они появились в участниках, но мы всем вышлем позже пресс-релиз вместе с полной записью этой конференции. Так что те, кто захотят, они послушают уже в записи. На этом, пожалуй, все. Передаю вам слово, Евгений. Спасибо. Ну, я уже буду, наверное, все-таки последним, кто сегодня выступит. Больше четырех часов, надо сказать. Это интересно. Мы все, мне кажется, с большим интересом слушали. И были разные, очень много разных интересных мыслей. Я скажу так, что, Олесь, правильно сказал, надо продолжить. Вот наш, мы вот, вы знаете, вот эти проводили семинары сначала, и многие из вас в них участвовали. Это было такое начало, да? Мы же к чему идем? Мне кажется, наша общая цель – создать такое российско-белорусское экспертное сообщество, которое знает друг друга, общается друг с другом, что-то вместе делает. И это очень важно. И вот в следующем этапе, после нашей конференции, мне кажется, пришла пора, ну, может быть, очень спешить, но спешить вообще надо. Правильно, реформу надо делать быстро, так сказал Сергей Александрович, я согласен. Надо, видимо, уже, может быть, готовить какие-то аналитические документы совместные. Вот, например, то, что мне ближе, это судьба союзного государства. Что это такое? С чем это едят? Вот видите, эти интеграционные карты нас интригуют постоянно. Мне кажется, очень интересный вопрос поставил Максим Багрецов насчет того, как Беларусь и как Россия могут выстраивать какие-то совместные проекты экономические, вот эти цепочки в рамках вот этой глобальной экономики и много чего другого. Поэтому мы, наверное, с Олесями подумаем, обсудим результаты нашей конференции. Вот, и, наверное, предложим вам какие-то варианты. Ну, я тоже хотел бы, кстати, поблагодарить пресс-кул Беларусь. Это наш верный партнер, соратник. Они нам помогают с нашими всеми этими делами. Хочу, кстати, поблагодарить и Светлану Георгиевну Тихановскую, что она нашла время, будучи в Париже своим визитом, нашла время к нам обратиться. Мы обязательно ее выступление будем, публикуем отдельно, потому что оно, с моей точки зрения, достаточно интересно и вызывает определенные мысли, которые надо развивать дальше. Потому что я все-таки не теряю надежды, что мы будем сотрудничать, Россия, я имею в виду Россия, будет сотрудничать вот с этой новой белорусской властью обязательно. И мы как-то вместе все будем двигаться дальше. Поэтому спасибо всем огромное. И нам всем успехов на нашем общем европейском пути, пути демократии и развития. Спасибо вам. Евгений, если можно, да. Я вижу, что появился Валерий Ковалевский, но тоже очень важно, чтобы он нам сказал слова. Пожалуйста, Валерий. Добрый день. Спасибо большое за терпение. Спасибо, что позволили присоединиться к обсуждению. Олесь рассказывал по ходу движения, о чем шла речь, какие были самые главные темы, какие самые важные наблюдения. Я бы хотел добавить пару слов от себя. Прежде всего, хочу поблагодарить организаторов этой конференции, Евгения Гонпахера и Олеса Олегновича, за эту настойчивость и последовательность в освещении экономических отношений Беларуси и России. И столько внимания этому направлению абсолютно оправдано. С момента восстановления независимости Беларуси Россия остается нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером. И в то же время для всех очевидно, что эта область двустороннего сотрудничества зачастую оказывается политизирована, что подвергает отношения с Россией стрессу и вносит неопределенность, создавая тем самым новые риски для ведения бизнеса. И все это было малоприятной реальностью до выборов 9 августа 2020 года, но с тех пор Лукашенко полностью потерял внутреннюю и международную легитимность, совершив вооруженный захват власти. За фальсификациями последовали насилие, репрессии и беззакония, которые царят в Беларуси уже больше года. На сегодняшний день Россия, тем не менее, единственная страна, которая активно поддерживает Лукашенко. Многие белорусы объясняют ежедневные преступления режима поддержки режима «Искреля». Более того, мы видим активизацию действий вокруг интеграционных процессов. Важно понимать, что подобное согласование с незаконным правителем не сделают наши страны ближе и богаче. Напротив, это наносит долгосрочный вред отношениям между нашими странами и народами. К тому же, сами эти дорожные карты создают вполне материальные риски ввиду незаконности их договоренностей. Белорусы, тем не менее, настроены на разрешение кризиса через проведение демократических выборов. Так, кризис в Беларуси начался, и так он закончится. И это будет по-настоящему устойчивое разрешение кризиса в нашей стране. И можно не сомневаться, что Россия, как и все остальные наши соседи, не хотела бы видеть нестабильность и разрастание кризиса в Беларуси. В какой-то момент стала норма считать, что Россия может иметь отношения только с диктаторской Беларусью. Но мы видим много примеров тому, что Россия выстраивает продуктивное, уважительное отношение с функциональными демократиями. Мы убеждены, что у демократической Беларуси куда более значительный потенциал развития торгово-экономических отношений с Россией. Для этого нужно их освободить от политизации, принести прозрачность и установить понятные, предсказуемые условия для работы бизнеса. Верховенство права, независимая судебная система, ответственность и компетентность государства – это те институты и те условия, которые будет строить демократическая Беларусь. Именно в таких условиях наши экономики получат новые возможности для развития, помогая нашим народам повышать благосостояние. И уже сейчас Светлана Ситановская заручилась поддержкой Европейского Союза в размере 3 миллиардов евро на экономические преобразования демократической Беларуси, которые также будут в интересах российского бизнеса. Мы активно устанавливаем международные связи, которые нам будут критически нужны для решения практических вопросов, когда эти изменения наконец наступят. Более того, экономические команды Светлана Ситановской будут продолжать работать по всем этим и другим направлениям. И мы будем рады обсуждать регулярно с российским бизнесом и специалистами прогресс на этом направлении. Еще раз большое вам спасибо за то, что вы организовали, приняли участие в этом важном обсуждении. И мы, конечно, будем рады новым возможностям для того, чтобы продолжить этот диалог. Спасибо вам большое. Спасибо, Валерий. Спасибо вам успехов. И нам всем успехов в том, что мы с вами вместе будем делать. Я говорю, на пути в Европу. И вы, и мы. Спасибо большое. Все, коллеги, до свидания. До новых встреч, которые скоро обязательно будут. Спасибо, очень интересно было. Спасибо. Спасибо. Пока. Спасибо всем. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok